друзья всем привет привет и сегодня мы вам расскажем что это такое отдача и как с ней работать как с ней бороться и можно ли ее побороть отдача это вообще серьезная тема но когда речь идет о 22 калибре пистолете и так далее но это все-таки второстепенно но в первую очередь отдача ассоциируется с болью стрельнул получил синяк упал мы все видели фейлы у нас в интернетах то помните как эти арабы которые стреляли в тире с какой-то дикой винтовки или девушку упавшую на попу стрельнув из двух столов сразу кстати такое вы сегодня увидите сломанные ключицы бывают разбитые щеки скулы но это прям такие совсем плохие варианты из не совсем плохих вариантов отдача косвенно приводит к тому что мы постепенно начинаем реагировать на нее тогда когда не нужно еще до выстрела и срывать свой выстрел то есть мы теряем результативной стрельбы есть такая да зависимость если человек стреляет из легкого калибра то он в общем-то точный у него все ложится куда целиться если он сделает пару выстрелов ему отобьет плечо руку то в следующий раз его тело уже вне зависимости от его желаний будет сопротивляться и он будет давить оружие соответственно еще перед выстрелом он будет с линии прицеливания уводить оружие и будет промо значит у нас сильная отдача у нас есть субтильная девушка стоит ли стрелять из ружья да можно но лучше всегда подумать наперед во первых стоит ли давать ей легкое оружие 12 калибра по поводу девушки я много раз опять же видел когда на стрельбище приходят девушки стреляют из разных видов оружия и ну из того что у нас сейчас есть самая мощная это 12 калибр и винтовки всем 62 на 54 и вот как раз таки они когда стреляют из винтовки мосинов который максимальная отдача они такие прямо у них округляются глаза игр о класс я еще хочу пострелять из этого с некоторым девушкам получается нравится пожестче и так вообще отдача у нас можно сказать что состоит из двух частей есть отдача объективная а есть отдача субъективная то есть объективно это та самая там физика какого 7 8 класса наверное сила действия равно силе противодействия улетела у нас там 30 граммов заряда вперед с определенной скоростью им то есть имеет определенную энергию это же определенная энергия полетела и назад отдача на все равно существует есть еще субъективная сторона то есть каждое оружие имеет свою эргономику это определенное какое-то оружие нам удобнее удерживать какое-то менее удобно и за счет этого иногда у нас один и тот же патрон один и тот же заряд соответственно одна и та же задача по сути но на разном оружии с разными какими-то элементами тюнинга с рукоятками прочим ощущается по-разному теперь непосредственно к советам если вам нужно выбирать оружие для супруги то подумайте какой калибр вам нужен какая масса должна быть у этого оружия при каких условиях вы будете стрелять давайте непосредственно перейдем к оружию мы сейчас у нас набор оружия который позволит от максимально некомфортного выстрела то есть максимальная дача в легка ружье 12 калибр до максимально комфортного из 12 калибра это многозарядное полуавтоматическое ружье и оружие которое позволит максимально комфортно стрелять это помповый помповое ружье в 410 калибре чем оружие тяжелее тем ощущение от отдачи меньше но при этом девушка тогда будет стоять в классической женской позе новичка потому что она будет стараться центр масс оружия переместить ближе к себе чтобы его легче удерживать да если у нас есть корыто полная фруктов то мы будем его держать скорее так они на вытянутых руках вы по природе существа ленивые поэтому с эволюции тело наше научилась распределять эффективно использовать нагрузку слишком тяжелое оружие наверное брать не стоит но учтите что если вы берете слишком легкое оружие то импульс будет очень резкий а если у вас еще и площадь приклада небольшая то можно получить серьезную отдачу я помню тебя был инцидент не так давно до произошла ситуация когда один стрелок девушка в принципе довольно опытная в стрельбе девушка но познакомившись впервые с этим ружьем ружье своеобразное несколько так как у нас любят говорить не имеющие аналога в мире и получилось в связи с этим нехорошая ситуация перелом ключица ну нам гадать нечего мы спросим саму соню что там случилось это была рысь rmb 93 12 калибр у меня эти патрона пуля тогда было рысь это складное ружье весом всего лишь два килограмма 260 грамм у него приклад который сверху вот так вот складывается соответственно размноженное состояние это просто металлическая такая кочерга особенности этого ружья потому что затяжной долгий достаточно еще и тяжелый спуск я нажимаю 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 выстрел не происходит соответственно как бы уже в ожидании выстрела и отдачи я начинаю клевать вперед меня приклад немного съезжает вверх происходит выстрел долгожданный и он не ломает ключицу вот так вот аккуратненько пополам я думаю что это ушиб но позже ребенок показал что это все-таки хорошо пока перелом со смещением моя радость это моя пластинка соответственно тренируется сейчас на левом плече с левым глазом и черт побери подбирайте оружие вы можете выбрать грамотно правильно оружие правильный калибр никогда не стоит начинать с очень мощных калибров потому что у человека может сложиться наоборот некое отвращение к оружию она будет ассоциироваться с запахом неприятным с болью с синяком это совершенно плохой опыт это совершенно не то что нужно мы не то чтобы предрастить кого-то хотим к оружию но чтобы он по крайней мере не получил травмы поэтому выбирайте легкие калибры и для этого существует 410 калибр но если это 12 калибр все равно есть выход возьмите просто-напросто самые легкие патроны которые есть 20 грамм 24 грамма это будет значительно меньше импульс и защита меньшая отдача ну и соответственно под такой патрон нужно оружие которое будет работать либо в однозарядном режиме либо перезаряжаться вручную даже если это оружие не предназначено для конкретной навески ну то есть вам каждый выстрел придется ручную извлечь патрон и дослать новый все равно так можно стрелять ну считайте это мануальный класс считайте это у вас помпа только с магазинным питанием но стрелять она все равно же будет поэтому выход подберите патроны с минимальной навеской. Итак, положили приклад максимально плотно, прицельили, ввели корпус вперед, и немножко поджали вперед. Ввели курок и забыли. И теперь отдачу мы не ощущаем практически вообще. Надо что-нибудь помощнее. Неприятно, больно даже. Удержать очень трудно в руке, и оружие удерживается только благодаря тому, что она упирается в плечо. Прям больно. Надо еще раз стрелять. Сравним обычный охотничий патрон с навеской 32 грамма и магнум с навеской дроби аж 50 граммов. Там гораздо больше и свинца, и пороха. Поскольку сегодня мы говорим о работе с отдачей, то проверим свою способность держать отдачу в самых экстремальных условиях. Мы будем стрелять не одним магнумовским патроном, а сразу двумя, при этом из легкой курковой двухстволки. Для этого нужно будет нажать одновременно сразу на оба спусковых крючка. Это был раз, и это был два. Давай! Пинок получился что надо, и такие эмоции не подделать. Иван делал одну попытку за другой, для того чтобы получилось нажать два спусковых крючка идеально в один момент. Давай! Но все-таки получался небольшой рассинхрон. Обратите внимание, что курки бьют не одновременно. И как в том анекдоте, за дело решил взяться я, для того чтобы показать как надо. И в первого же раза у меня получилось просто идеально. Да я бы удержал это ружье, мне просто скользкие перчатки очень помешали. Абсолютно нормальное правило для любого вида оружия, что в пистолете, что в ружье, всегда заряжаешь только один патрон. Потому что полуавтоматическое оружие отработает и перезарядится, и оружие будет заряжено в случае, если что-то пойдет не так. А с одним патроном оружие в любом случае будет безопасно. Я неоднократно ловил, перехватывал из рук ружья, которые бросали. Ну, пистолеты ловить не нужно было и не ловил никогда, а с ружьями несколько раз было. Из оружия посоветую, если у нас нет выбора по навескам, то есть если это стандартный какой-то патрон, то есть мы отталкиваемся от того, что патроны менять не можем, выбрать полуавтоматическое оружие какое-то, то есть в котором есть система пружин, буферов, которая гасит отдачу. То есть часть отдачи, причем часто очень значительная часть отдачи остается в газовом двигателе и в системе компенсации, в системе перезаряд. Но в принципе, если у вас есть подвижные части в системе, они часть энергии забирают и отдача ощущается меньше, поскольку импульс растягивается во времени. Вы не сразу получаете, да, а вы постихонечку, там в течение нескольких миллисекунд. Также, как мы уже сказали, вы будете ощущать субъективно отдачу намного меньше, если оружие будет удобным для вас. Поэтому свое оружие подгоните под себя, подберите длину приклада, подберите удобную рукоятку, удобное цевьё, либо пусть это даже будет передняя рукоятка, если вам она необходима. Ну то есть оружие вы должны удерживать уверенно и не преодолевая какой-то дискомфорт. Следующая часть, которая связана не с технической оснащенностью, не с оружием, не с прикладом и не с эргономикой, а с техникой самой стрельбы и с самим человеком, как он работает с оружием. И первая рекомендация, которую всем даст опытный человек, это приложиться правильно к плечу. Потому что если вы оставляете дистанцию перед плечом, сопротивления нет, скорость набирается и потом резко будет контакт с вашим телом. Соответственно и импульс, который вы получите, он будет более резким, нежели если вы прижали оружие. И он, продавливая ваше тело, он будет нарастать со временем и будет не резкий удар, да, а будет, ну словно, давайте, сейчас мы сделаем пощечину. Вот представьте себе первую пощечину, вы приложили руку и используете вот такую силу для того, чтобы ударить. Будет что-то с щекой? Не будет. А теперь вы делаете пощечину, но у вас есть дистанция. Вы даже хлопок услышали. Вот в этом, собственно, и разница, почему нужно прижимать оружие и желать на всей поверхность у приклада. Поэтому вторая рекомендация по технике, это предвосхитить отдачу. Немножко перенести центр масс вперед. Я бы сказал, что неправильно потерять при этом устойчивость. Можно с одной стороны просто массу перенести вперед, а можно наклониться вперед. Во-первых, это нелепо оттопыривать задницу. Во-вторых, ваша устойчивость от такой стойки навряд ли улучшится. Вы будете как стол с двумя ножками. А вам нужно все-таки центр масс понизить, перенести чуть вперед, почувствовать на носочках. И вот такая стойка гораздо более лучшая, чем вот приблизительно такая. Вариант очень нехороший. Это максимально легкое ружье 12-го калибра. То есть мощное и легкое. А дача будет на ней очень сильная. Мы сейчас абстрагируемся от стойки, принятой в практической стрельбе. А поговорим об общих принципах вообще. Что нужно делать и что не нужно делать. Итак, отдача будет максимальной, если вы наиболее неустойчивы, либо если вы пытаетесь бороться с силой отдачи своими мышцами. То есть как будет неправильно сделать. Стоять ровно, либо отклонившись назад. Неправильно вкладывать приклад неплотно. Разворачиваться боком так, что отдача будет работать на скручивание вашего корпуса. Как будет более правильно сделать? Более правильно это, во-первых, плотно вложиться. У нас есть тыльник приклада. И вам нужно тыльник приклада вложить, в зависимости от того, как вы стреляете. В грудную мышцу, либо в плечо. Но максимальный контакт. Не обращайте внимания, куда направлено оружие. Просто ваша задача вложиться максимально плотно. Теперь, когда вы вложились, не меняя положение, вам нужно прицелиться. И когда вы прицелились, вам нужно полностью ваш корпус увести вперед так, чтобы оружие оказалось в мишени. В таком положении у вас будет оружие максимально плотно вкладываться в корпус. А ваш корпус автоматически будет уведен вперед. Я сейчас на автомате немножко включил ноги, подсогнул. Но это не обязательно делать. Можно стрелять на самом деле и на прямых ногах. Но на включенных ногах немножко эффективнее. И это позволяет распределять отдачу по всему телу. То есть я борюсь с отдачей и массой своего тела, и в том числе мышцами, но равномерно на подработке. Плюс изначально во время изготовки я стараюсь увести массу тела больше вперед. То есть подгрузить в направлении отдачи к мишени свою массу. Стреляйте больше, и вы будете стрелять лучше. Когда имеем дело с сильной отдачей и с ожиданием синяков и всем остальным, мы уже для этого можем приготовить все составляющие. Выбрать неправильный патрон, не научить человека, не показать ему, как правильно. Упереть место мышцы, включиться. Да, потом стрельнуть, снимая вместо того, чтобы помогать товарищу на камеру, или девушке помогать, сделать прикольный видосик для инстаграма. И человек получает травму, и получается фигня. Но, кстати, получается отличное видео в таких случаях. Но все-таки я порекомендую. Создайте все условия, чтобы отдача вас не беспокоила. Надеюсь, вы научились чему-нибудь новому. И если вам понравилось видео, поставьте лайки, подпишитесь. Ну, вы все знаете сами. Получайте удовольствие от стрельбы. Кстати, да. Получайте удовольствие от стрельбы, и увидимся снова. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!